Дагестан С новой школы в новый учебный год. Новая современная школа на 360 ученических мест открылась в поселке Толги. Глава региона Сергей Меликов вместе с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым побывали на ее открытии. На месте побывала и наша съемочная бригада. Это событие в поселке ждали с нетерпением не только дети, но и взрослые. Строить школу начали еще в 2018 году, но по ряду причин вот эксплуатацию затягивался. Теперь в этом огромном здании будут учиться почти 400 детишек. С песнями и танцами ребята открыли школу. Надо отметить, что мы долго к этому шли. Этот путь был длиной в целые 40 лет, когда на этой территории у нас была в 1989 году заложена эта школа. И она была на самом деле маленькая, не совсем удовлетворялась с сегодняшним потребностям Толгинца, с утверждением того, что мы все разрослись и количество детей стало намного больше. Но прошли годы, была определенная проведена работа. В новой школе есть все, о чем мечтали ребята. Внушительный спортзал, просторный актовый зал и комфортная столовая. Все, что необходимо детям. Все классы в школе оборудованы по последнему слову техники, ноутбуки и современные проекторы. Здесь также есть медицинский кабинет, библиотека и мастерские, где ученики смогут проявить свои творческие способности и приобщиться к здоровому образу жизни. Сергей Меликов лично осмотрел кабинеты и пообщался с ребятами. Многие из школьников хотят заниматься спортом более профессионально, но пока в новом здании все необходимые условия для этого не созданы. Сергей Меликов поручил организовать спортивные секции и подарить учреждению инвентарь для занятий единоборствами и другими видами спорта. Оценивая темпы строительства школ в Дагестане, замминистра просвещения России Андрей Николаев отметил, что строительство школ и детских садов в республике – одно из самых масштабных в стране, однако есть определенные проблемы. У нас все объекты строятся, и мы как раз с Сергеем еще эту тему обсуждали, еще будем обсуждать с четким графиком. Я думаю, что мы действительно должны в ближайший год совершить такой прорыв. Поэтому думаю, что он произойдет, и именно тогда как раз и люди ощутят действительно все эти масштабные строительства, потому что только по национальному проекту образования у нас здесь строятся 32 школы. По мнению Сергея Меликова, школа построена на высшем уровне, но есть моменты, которые нужно учесть в возведении новых образовательных учреждений. У нас, к сожалению, затягивание строительства и сдачи школ происходит потому, что опять же не решены вопросы с земельными отношениями. То есть земельные участки для строительства не только школ, но и других социальных объектов избираются очень неэффективно. В ряде случаев далеко от дорог, далеко от самих поселков. И вот мы уже дважды обращались в Министерство просвещения. Один раз мы обращались к вице-премьеру Голиковой Татьяне Алексеевне с просьбой перенести вопрос, вернее, срок поздать школу. Мне уже на самом деле неудобно, но скорее всего мы еще раз вынуждены будем обратиться, потому что не все построенные школы мы сегодня сможем обеспечить той инфраструктурой, которая есть. Переезд в новую школу учителя и ученики не стали откладывать до начала нового учебного года. В здании уже проходят занятия и педагоги вместе с учащимися осваивают новое оборудование. Тюмрут Гамидова, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ. Возле Жума-Мечеси начал работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Уважаемые граждане, приглашаем всех желающих на вакцинацию против коронавируса. COVID-19. Просьба подойти к мобильному передвижному медицинскому пункту. Желающие привиться проходят предварительный осмотр. Пациент оставляет свои контактные данные, чтобы медики могли наблюдать за его состоянием после прививки. Затем измеряет сатурацию, пульс, давление и температуру тела. В течение получаса после введения вакцины медики контролируют самочувствие привившегося. В прошлую пятницу в этом мобильном пункте привилось свыше 20 человек. Большая часть это люди старше 55 лет. Особенно желательно прививаться людям старше 60 лет и старше, у кого есть хронические заболевания. Особенно сахарный диабет, заболевания сердца, ИБС. У кого хроническое заболевание легких. В первую очередь надо прививаться этой группе лиц. Мы привили достаточное количество людей. То, что ведется вот эта вот антиреклама против этой вакцины, это совершенно неправильно. Это совершенно неправильно. Ни одного случая осложнений после вакцинации ни одного человека не было пока. Отмечу, что по шариатским нормам внутримышечные вакцины не нарушают обязательно пост мусульманинам. Кроме того, вакцинация является обязательной для всех паломников, планирующих совершить хадж. В Дагестане фельдшер скорой помощи спасла 6-месячного ребенка. Младенец был на грани смерти и уже не подавал признаков жизни. Но отлаженные действия Мариан Гаджеевой вернули ребенка к жизни. История об экстренном спасении малыша разлетелась по всей республике. Подробнее расскажет Карим Данеев. Ребенка уложила, взяла закрытый массаж сердца. 6-месячный малыш остался жив благодаря профессионализму молодого фельдшера Мариан Гаджиевой. В тот день она подолгу службы выехала на очередной вызов. Но по пути планы пришлось корректировать. Машину скорой помощи прямо на дороге перехватили отчаявшиеся родители с младенцем на руках. Мы уехали, перед нами остановилась машина на скорости. С машины вышли мать с ребенком. Выбежал отец. Мы попросили о помощи спасти ребенка. Ребенок был без сознания, весь синий. Признаки жизни не давал никаких. Я схватила ребенка с рук, забрала в машину свою. Оказала помощь, закрытый массаж сердца. Подключила кислород. И сделала внутримышечный андексаметазон. На фоне реанимирования ребенка ребенок ожил. Такое случается не каждый день. Мать обнаружила 6-месячного сына, висящего в перевернувшейся люльке. Шея ребенка была обмотана веревками. И, казалось, поможет только чудо. Чудом оказалась бригада скорой помощи. Правда, когда ребенка состояние увидела, чуть-чуть был страх. Чуть-чуть испугалась сама. Но взяла себя в руки, оказала помощь. За что горжусь, что ребенка спасла. Что ребенок сейчас в данный момент жив. Выписали уже домой. Ребенок уже дома. Все хорошо у ребенка. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен сюда, в детскую многопрофильную больницу, где в дело вступили врачи-реаниматологи. По тяжести ребенок был экстренно поднят в реанимационное отделение, где была оказана экстренная необходимая помощь. При реанимационном отделении ребеночка стабилизировали и уже благополучно перевели в наше отделение. В нашем отделении ребеночек был обследован. Была оказана ему вся необходимая помощь. И уже в удовлетворительном, стабильном состоянии ребенок был благополучно выписан домой. Случай получил большой резонанс. О нем узнали в соцсетях, и на Мариан посыпались масса комплиментов. К ней звонят и пишут со словами благодарности. Она скромно пожимает плечами. Не считаю, что я герой. Я не считаю, что я сверхъестественного что-то такое сделала. Все по воле Севышнего Лава. Любой медработник, который у нас работает в ДЦМК, я считаю, что так же оказал бы помощь, так же помог бы ребенку. Наша героиня продолжила спасать людей и выехала на следующий вызов. А рассказывали о подвигах героев нашего времени Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Житель Махачкалы задержан по подозрению в убийстве своей матери. Задержанный рассказал, что причиной произошедшего послужил мобильный телефон, который она отняла у него. Разозлившись, мужчина схватил нож и нанес несколько проникающих ранений, после чего 54-летняя женщина скончалась. В данный момент расследование продолжается. Мама убил за то, что получилось так, что сидел дома, мама телефон забрала и за это убил. А чем вы ее убили? Ножом. Медленно, но верно. Годовая инфляция в регионе в марте снизилась за месяц на 0,7%. Рост цен замедлился за счет увеличения предложения на отдельных продовольственных рынках и за счет роста объема ввозимых продуктов. Так, за счет появления большего количества импортных овощей более низкой ценовой категории на внутреннем рынке привело к замедлению темпов роста цен на помидоры, огурцы, картофель, лук и яблоки. В марте снизились цены на национальные сыры. Из-за возросшего спроса на яйца увеличилось его предложение на продовольственном рынке республики. Ввоз куриного яйца из соседних регионов поставщиков привел к замедлению роста цен на них. Среди непродовольственных товаров на снижение роста инфляции повлияло еще и снижение спроса на медицинские товары, а также моющие и чистящие средства. Вместе с тем высокие объемы строительства в регионе привели к увеличению спроса на строительные материалы и, соответственно, и увеличению роста цен на них. Наблюдался рост цен на авиабилеты в связи с повышением спроса на внутренние перелеты. Оживление спроса на зарубежный отдых повлияло на ускорение темпов роста цен в туристической области. В целом же инфляция в Республике Дагестан в марте этого года была выше, чем по СКФО и по стране, и составила 9%. В Махачкале проходит выставка о памяти выдающегося дагестанского художника XX века Сраждина Батырова. Выходец из Тарумовского района является первым профессиональным ногайским художником, заслуженным деятелем культуры, поэтом и этнографом. Именно Сраждин Батыров создал эскизы костюмов для танцевальных ансамблей «Лизгинка» и «Войнах». В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Экспозиция с НСТП включает в себя более 100 картин. Вот так писал, вот такой почерк, вот такой узнаваемый, характерный. В любом месте музея можно увидеть его работу, сказать, что это Сраждин Батырова, потому что у него свое сдержание, такой колорит. Дагестанские боксеры стартовали с победной о первенстве мира среди юниоров. Турнир среди спортсменов до 19 лет проходит в Польше. Накануне в первом поединке категории до 69 кг Чайрав Ашалаев взял верх над спортсменом из Казахстана. Так, воспитанник Буйнакской школы бокса пробился в 1-8 финала соревнований. Напомним, что ранее выход в четверть финала оформил полутяжеловес Рамазан Дадаев. Он был сильнее соперника из Азербайджана. Сегодня стартовый поединок проведет один наш боксер Микаил Зайнулабидов. Отметим, что в первенстве мира участвует более 400 атлетов из 66 стран. Победители определятся 23 апреля. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.